ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Дуже дякую цим людям, волонтерам з Києва. Цунамі. Дуже велике дякую за каску, тому що привезли. Не було як довезти туди. Бойові дії йшли. Градами накривали посадній місяць. 22 числа ми обороняли, знищили противника, знищили пару БТРів. Як змогли, так захищали. Дуже тяжело. Реально. В моєму подразделіні були люди, подчинені, які боялися вийти. І командир має бути вийти. Командир, таке подразделення. Ось і все. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Щоб пам'ять інсталась. Ми привезли каски, воду, хліб... Тортики... Ну все привозили, ми все, що казали, ми побіразлася і виставали. Самая большая проблема была всегда вода и хлеб. Продукты есть, но приготовить нет воды, нет хлеба. Топили с ним, реально. Наши очистительные средства для воды, дезинфикация, все должно быть. Вода и хлеб, все. Остальное просто работа. Это просто тяжелая, грязная работа. Дякую тим волонтерам, которым помогали, привозили їм харчі и поддержку давали. Я им очень благодарна. Я рада, что он пришел в жизни и здоровье домой. Больше нам ничего не нужно, чтобы он только вернулся, потому что мы всей семьей ждем его. Мы переживали за него очень, связи с ним. Он больше ничего не говорил, только сказал, что у меня все хорошо, я жив и здоровье. Это все, что мы хотели почути каждого дня от него. Мы его не спросили, где, что, как. Он говорит, что я жив и здоровье. Мы его спросили каждого раза. Куда ты? Куда ты? Куда ты? Я целами, целами. Кожний день був перемогою. Перемога, прежде всего, для того, чтобы остаться живыми и здоровыми. Я хочу поблагодарить каждому украинцу, чтобы на нашем прикладе вклали частину себе, чтобы защищать нашу государство. Чтобы хотя бы как-то помогали. Потому что люди, которые там находятся, в отвоеванных территориях, очень просят, чтобы мы не покидали их. Они очень надеются, что все-таки настанет мир на этих территориях. А чтобы настал мир, нужно что-то делать для этого. Нужно воювать, нужно выдавать жизнь за Украину. Спасибо. Это прапор нашего города. Место Южноукраинское, Миколаевской области. А мы здесь и отец, который воювался из этого города. И мы приехали его встречать. Мы очень ждали. Было очень страшно, за него хвилювались, но не ждали. Все хорошо. 15 числа еще можно было подумать, что кто-то готов на что-то пойти. А уже под вечер 15-го, 16-го, 17-го. Там даже натяку не было. На какое-то прекращение огнем. Ну, как коротко и ясно скажешь. Им нельзя верить. И все. Это я почувствовал на себе. И увидел. Ну, выходили мы, начиная с 6-ти ранку до темної ночи. До ночи выходили. Поочергово машинами, чтобы не скупчувались ни машины, ни люди. Но в одной машине крайне не удалось выйти. Ей спалили градами. Шофер 300-й. Ну, так оно и было. Ну, что я могу еще сказать. Ну, ехали, как ехали. Главное, что оттуда выехали. Все нормально. Мы встречаем моего мужика, брата. Его не было близко 70 дней. Они были в зоне АТО. Захищали нашу Украину. Дети поддержали. Батьки ничего не знали. Мы надеялись на все лучше. Слава Богу, что мы их встретили. Все добре. Что они вернулись живые и здоровые. Есть, конечно, и погибшие. Но героям слава. Герои не умирают. Мы ждали, как говорят, нового року, того перемирья. Но ничего не стало. Завжди новини поведомляют, что там стреляют, что ничего нет. Надеемся на понимание агрессора и закончение этой войны, чтобы все закончилось. Наши дети жили в мир и злагоди. Найголовное желание, чтобы наши дети, они совсем маленькие, чтобы они не знали, что такое война. Не только слова, чтобы они не знали и не видали ее. Нам-на миллетта. Спасибо.